Привет друзья, сегодня мы с вами погрузимся в увлекательный мир одиночных игр, которые создают захватывающую атмосферу и позволяют погрузиться в уникальные игровые миры. Если вы готовы окунуться в мир приключений и насладиться игровой атмосферой, тогда ставим лайк и давайте начинать. Dragon Age Inquisition – это приключенческая игра, действие которой происходит в фэнтезийном сеттинге. Игра стала третьей частью культовой серии игр, ставшей известной во всем мире. Действие разворачивается в альтернативной средневековой эпохе. Тедас охвачен ужасом. Жители этих земель столкнулись с древним злом. Вам предстоит возглавить инквизицию и сражаться с силами зла на родном континенте. Помимо борьбы со злыми духами, игроки будут раскрывать королевские интриги и политические преступления. Здесь даже близкие люди могут стать предательными и получить удар в спину. Чтобы выжить в хаосе, держите ухо востро, а глаза открытыми. Вы можете выбрать имя, пол, внешность и сексуальную ориентацию главного героя. От вашего решения будет зависеть и финал этой истории. Помимо сюжетных миссий, игроки могут исследовать открытый мир, состоящий из различных рас. Сражаться с демонами в землях Тедаса и защищать христиан от надвигающейся угрозы. Ghost of Tsushima. Видеоигра в жанре экшен стелса от третьего лица с открытым миром. Действие происходит в 1274 году на острове Цусима в Японии. Дзин Сакай главный герой, который выступает против первого монгольского нашествия на территорию Японии. Цусима была полностью захвачена и разграблена Золотой Ордой. Воин готов в одиночку дать отпор завоевателям, чтобы отомстить за поруганную честь родной земли. Он чтит самурайские традиции и использует нетрадиционные методы борьбы. Ему противостоит монгольское войско под командованием хитрого, здравомыслящего и беспощадного Хатунхана. Система прогрессирования включает в себя изучение различных боевых приемов, таких как тактика самурая, а также тактика скрытности и позиции, чтобы помочь джину сражаться с самыми разными врагами. Основная сюжетная линия разветвляется на множество побочных квестов, которые можно выбрать для получения дополнительных навыков, брони, оружия и опыта. Предусмотрена динамичная смена погоды и времени суток, а также несколько настроек сложностей, которые можно регулировать практически в любое время на протяжении всей игры. Ави Райзинг – уникальная в своем исполнении игра, которая успешно относит к себя жанру ММО и отправляет нас на просторы мрачного мира фэнтези. Мы погружаемся в атмосферу средневековья, сыграв довольно необычную роль – роль вампира, который внезапно пробудился от векового сна. Главная задача игрока в роли кровопийцы – восстановить и усовершенствовать империю вампиров, что сделать будет очень непросто. Отправляйся на исследование многочисленных локаций, изучай поселение, веди охоту на свежую кровь, борись с многочисленными оппонентами и не попадай под солнечные лучи. Мир игры полностью открыт, что дает полную свободу действий, а это в свою очередь делает времяпрепровождение максимально интересным. Важно постоянно прокачивать собственные навыки, а также совершенствовать замок, который станет основным убежищем и защитой от внешнего мира. Стоит отметить наличие как одиночного, так и многопользовательского режимов, отлично проводя время в компании друзей. Хейдес 2 – безумный и максимально динамичный экшен, который сделает нас частью сражений на глубине преисподней. Ты – могущественный воин, обладающий магической силой, которую направишь на борьбу с титанами времени, намеревающимся уничтожить этот мир. Мрачные подземелья подготовили для тебя немало сюрпризов, именно поэтому совершенствуй свои навыки и наращивай силу, чтобы справиться с любым испытанием на своем пути. Игра довольно разнообразна и позволит тебе пройти ее не единожды, да еще за разных персонажей, каждый со своим уникальным характером и боевым талантом. Отдельно стоит отметить хорошо проработанную графическую рисовку, которая отправляет нас в мрачный трехмерный мир с максимально реалистичной атмосферой. Пройди все испытания, преодолей множество ловушек и сделай все возможное, чтобы дать этому миру шанс на существование. Эншраудед. Захватывающий приключенческий экшен, где тебе предстоит взять на себя роль правителя королевства, погруженного в гущу загадочного тумана, который несет с собой быстрое и беспощадное уничтожение всего на своем пути. Игра сразу привлекает внимание своим кооперативным режимом, где до 16 игроков могут сразиться за спасение королевства. Вместе с друзьями можно не только эффективно противостоять туману, но и создать стратегии, которые помогут вам в борьбе с многочисленными вызовами, брошенными вам судьбой. Одним из ключевых элементов игры является система крафта. Здесь ты сможешь не только создавать уникальные постройки, но и улучшать свой арсенал новым вооружением. Каждый элемент твоего снаряжения будет играть важную роль в твоем выживании и спасении королевства. Спектр опасностей, с которыми тебе предстоит столкнуться, велик. От коварных противников до безумных боссов. Каждый бой будет тестировать твои навыки и стратегическое мышление. Постоянное усовершенствование навыков и боевых характеристик будет необходимостью на протяжении всей игры. В путешествии по вершинам гор и пустынным территориям ты будешь добывать ценные ресурсы и раскрывать мрачные тайны, которые прольют свет на происходящее и могут стать ключом к спасению мира. С каждым шагом ты окунешься в атмосферу загадочности и опасности, не зная, что ждет тебя за следующим поворотом. Lies of Pi – это харкорная игра в жанре актен РПГ, которая наследует многие идеи из серии Souls. Прежде всего, это мрачный мир, сложный игровой процесс и битвы с боссами, способные бросить серьезный вызов любому геймеру. Сюжетно, эта игра показывает собственную версию сказки о Пиноккио. Только в отличие от оригинала, это не добрая история о деревянном мальчике, который мечтает стать настоящим. Это нечто намного более сложное и куда более мрачное. Играть предстоит за взрослую версию этого персонажа – мужчина в образе марионетки, который путешествует по мрачному городу. Этот мегаполис 19 века погрузился в хаос и анархию. Кругом множество безумных врагов, жаждущих уничтожения друг друга. Главный герой же остается верен своей мечте, он всеми силами пытается найти способ стать настоящим человеком. Игрокам же предстоит исследовать большие локации со свободным перемещением, где полно секретных мест и ловушек. Кроме того, есть жестокие битвы от третьего лица, где схватка даже с рядовым врагом может стать последней. Не говоря уже о жестоких боссах. Боевая система включает использование разных типов ударов и оружия, использование огнестрела, а также перекатов, блоков и уклонов. Dark Souls Remastered – это новое воплощение классической фэнтезийной ролевой игры. Давным-давно игровой мир был потрясен выходом этой игры, которая предложила новый взгляд на средневековую Европу. Действие разворачивается в вымышленном королевстве – Лорде Рон, которое находится под действием древнего проклятия. Не так давно это был просветающий край, но теперь город населен нежитью, представляющий смертельную угрозу для крестьян. Вы играете за нежить, сражающийся на стороне смертных. В неравной борьбе с силами зла игрок пытается разжечь пламя прошлого и восстановить священный порядок Лорде Рона. Игра стала хитом и получила положительные отзывы в прессе. Мрачная вселенная Dark Souls получила подробную реконструкцию без каких-либо изменений сюжетной линии. Помимо однопользовательской кампании, вас ждет новый сетевой режим специально для таких любителей фантастики, как вы. Dragon's Dogma 2 открывает перед игроками одиночные приключения, погружая их в насыщенную действием экшен-РПГ, где выбор определяет только путь. Игрокам предлагается настроить свой опыт, начиная с внешнего вида их персонажа и заканчивая стратегическими решениями в бою в составе команды. Во второй части Dragon's Dogma используются передовые технологии, включая физику и искусственный интеллект, а также передовая графика, чтобы создать яркое фэнтезийное царство, наполненное жизнью и проблемами. Боевые действия предлагают разнообразные возможности, от владения оружием до овладения магией, позволяя игрокам проявить свои творческие способности и боевое мастерство через различные профессии. Выйдя за пределы города, вы попадаете в мир, населенный множеством монстров, и перед геймерами становится стратегическая дилемма. Вступите в бой или искать альтернативные пути, учитывая состав команды и факторы окружающей среды. Обширный мир кишит жителями, преследующие свои собственные цели, каждый из которых проявляет различные эмоции. Взаимодействие с ними может привести к выполнению того или иного квеста, что добавляет огромное погружение в эту невзбываемую игру. Wilderm. Игровой проект, разработанный в жанре тактической РПГ. Ты в роли главного героя отправляешься на территорию фантастической страны и постараешься справиться с многочисленными испытаниями, которые подготовила для тебя игра. Всего ты будешь контролировать сразу троих героев, у каждого из которых имеется своя история и свои жизненные проблемы. Поначалу они будут самыми обычными жителями города, но затем ты сможешь сделать из них могущественных воинов. Для начала игра предлагает тебе самостоятельно создать свою команду героев, наделяя каждого отличительными характеристиками и индивидуальной историей. По мере прохождения и того, какой ты будешь делать выбор, изменяется и линия сюжета. Не обойдется без сражений с коварными оппонентами и не без магии, которые также могут обладать твои противники. Всегда будь на чеку и старайся развивать боевые таланты, так как они могут пригодиться тебе в любой момент. Миссий будет масса и постепенно их сложность будет возрастать. Продумай свою тактику действий и всегда будь на чеку, дабы не совершить ошибок. Manor Lord. Стратегическая игра в эпоху средневековья. В центре игровых механик, реалистичный процесс строительства зданий и напряженные поединки с вражеской армией. Строительный элемент базируется на исторических данных о городах и деревнях. Все постройки представлены в игре максимально достоверными. Ландшафты и типы местности влияют на процесс формирования поселения. Создавайте торговые маршруты, налаживайте рыночные отношения с соседними городами и займитесь экономическим процветанием поселения. Назначайте разные занятия поселенцам. Они будут заниматься возведением сооружений, другие впахивать клугами поля, третьи располагать железо, пасти овец и так далее. Занятий представлено огромное множество и каждому жителю найдется работа. Мир развивается динамически. Присутствует смена дня и ночи, а также сезонов. Меняется погода, жители города могут подхватить болезни. Также поселение может охватить война, нищета, голод и другие беды. Военные юниты представлены пехотой, конными всадниками и осадным оружием. Баталия представляет собой полномасштабные войны с участием огромного числа юнитов. Разрабатывайте тактику и повышайте навыки солдат. Отряды имеют параметры усталости и боевого духа, про что не стоит забывать. Все игры, о которых я говорил, невероятно захватывают своей атмосферой и уникальным игровым опытом. Спасибо за просмотр и до новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok